всем доброе утро я опять на рыбалке и сегодня со мной случилось что до сих пор еще не случалось на улице минусовая температура градусов может быть минус 10 но тем не менее это хватило чтобы все удочки у меня по замерзали а удочки у меня телескопические и после последней рыбалки собралась видеть влага и она вот сейчас замерзла но пока поставил хозяину его сторожку чтобы просто догрелись и так что как то так но вперед за рыбой приветствую себя на кухне как вы уже по вступлению наверное догадались сегодня я приготовлю форель которая сам лично поймал форели я подам отваренный картофель которые я последствии немного обжарю и овощи это кальраби морковь и корень петрушки эти овощи я не планировал специально для этого блюда просто они у меня были в холодильнике ну и чтобы блюдо не было сухим то обязательно добавим немного к рыбе соус поехали картофель я буду отваривать в мундире сразу добавлю горячей кипяченой воды и отправлю вариться чтобы не забыть я сразу присолю так рыбу я сегодня буду отваривать для этого я приготовлю бульон сюда я добавил обрезки моркови корня сельдерея также у меня были стебли от петрушки я добавлю их сюда же но теперь по специям которые я добавляю при работе с рыбой добавлю лавровый лист добавлю можжевеловые ягоды две гвоздички добавлю немного семена фенхеля перец белый горошком можно добавить бадьян но я этого делать не будут так как я считаю что специй вполне достаточно что я еще добавлю буквально немного семян горчицы солю также заливаю кипятком и отправляю бульон вариться на медной магии а в это время я займусь рыбой чешую с форели мы снимать не будем потому что в этом случае нам этого делать не нужно я сразу вынимаю внутренности делаю вот такой косой надрез не посередине а немного сбоку так просто проще эту часть я тоже удаляю и удаляю внутренности аккуратно чтобы вы не повредили желчный пузырь вот вот здесь прекрасно видно поэтому руками как можно глубже и удаляем в эту часть также удаляем рыбу промываем далее делаем косой надрез зажаверными крышками до хребта нож выворачиваем и движемся спокойно вдоль хребта можно слегка прижать рукой одна часть или у нас готова следующую часть филе точно также косой надрез до хребта нож выворачиваем кишу приподнимаем чтобы нам ее не порезать прикладываем руку не бойтесь если бы вы двигались в другом направлении то было бы опасность парамница а так как вы ведете нож от себя то есть у вас единство что может произойти и только вот такое движение где никого нет так что ничего страшного 2 филе тоже готова далее мы удаляем кости и удаляем вот эту часть где спиной плавник проводим тупой стороной ножа по косточкам чтобы мы их хорошо прощупывали и клинообразным срезом мы их удаляем на нож старайтесь сильно не давить все одно филе у меня готова со вторым филе поступаем точно также эти косточки все обрезки вы можете использовать в дальнейшем для бульона из которого вы в дальнейшем можете приготовить прекрасный соус как готовится соус вы найдете на моем канале в плейлисте соусы бульоны филе у меня 2 готова теперь мне нужно просто кожу удалить чтобы рыба не скользила для удобства я ее схвачу за хвост плоскогубцами и спокойненько сниму филе одно филе и 2 филе вторую рыбину я обрабатываю точно также пока возился с рыбой картофель приготовился буду я слил залью холодной воды чтобы он у меня остыл и процежу бульон эта часть нам больше не нужно мы ее выбрасываем попробую на вкус соли добавлю еще немного бульон должен быть слегка пересоленным так готовое филе рыбы я солю перчу переворачиваем и скручиваем со стороны головы в сторону хвоста потому что здесь у у нас некоторых местах есть повреждения ну и закрепляем зубочистками и сразу отправляю в кастрюлю немного позже когда будут готовы овощи мы зальем рыбу бульоном отвариваю овощи вода у меня уже чайника кипяченая горячая воду я круто присаливаю не смысле по блатному обильно сразу подготавливаю чашку с холодной водой где будем остужать готовые овощи до овощи я порезал произвольно кольрами на брусочки морковь разделил пополам и нарезал наискосок а корень петрушки просто шайбами тоже наискосок вода у нас хорошо кипит так и должно быть и начинаем отваривать начинаем сюда со светлых овощей в данном случае это корень петрушки картофель я уже очистил от кожуры готовы корень петрушки отбрасываю в холодную воду и отправляю следом кольрами кольрами готова и остается морковь плиту выключаю морковь готова так но мы подходим к заключительной фазе у меня практически все готово и теперь осталось все соединить единое блюдо в рыбу мы наливаем наш бульон процеженный все этого будет достаточно для овощей у меня в холодильнике оказался буквально вчера приготовленный бешамель поэтому я овощи сделаю в соусе бешамель вообще как готовятся соусы вы найдете в моем плейлисте я его укажу в инфокарте так ну и добавлю буквально две две вот такие вот ложечки овощей которые я просто-напросто прогрею здесь можно добавить немного мускатного ореха сковорода горячая добавляю кусочек сливочного масла и отправляю картофель у меня нет задачи придать ему корочки я просто хочу его прогреть рыбный соус у меня уже готов как он готовится на моем канале плейлисте соусы дам овощам немного жидкости так они просто лучше прогреются потому что бешамель у меня был немного густоват именно густоват для овощей за рыба значит здесь смотрите бульон он кипеть не должен он должен находиться примерно при температуре между 96 99 градусов овощи готовы я их отключаю и накрываю крышкой картофель готов я его просто отключаю так ну рыбе еще буквально две минутки и она будет готова а я пока перемещаюсь на стол подачи и и и и и ну вот и все я надеюсь что вам это видео понравилось пишите мне комментарии тем самым вы ускорите продвижение моего канала мне будет приятно если вам что-то не нравится напишите мне также чтоб я мог адекватно среагировать а я на этом с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и до новых встреч